ЧП национального масштаба. Дональд Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой кибератак. Насколько велика опасность, кого и почему боятся в Белом доме? Все ответы у Дмитрия Анопченко. Указ президента Трампа опубликовал Белый дом. Текст короткий. Продлить режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности еще на год, то есть до 1 апреля 2019. И пояснение, мол, злонамеренная киберактивность продолжает нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Что за угроза? И неужели она и вправду настолько велика, что необходим режим чрезвычайной ситуации по всей стране? Эксперты признаются, ситуация действительно очень серьезна. В какой-то момент США при всей их мощи осознали, что не просто уязвимы для кибератак. Выяснилось, что их компьютерные сети, что гражданские, к примеру, на объектах энергетики, что правительственные, открытая дверь для хакеров. Иран украл секреты в области торговли и технологий. КНДР похитила план ликвидации Кимчинына. Русские хакеры атаковали компьютеры демократов и пытались в выборы вмешаться. В конце концов, у самого агентства национальной безопасности кибероружие похитили. Расследование уже год идет, но виновных до сих пор не нашли. И это только то, о чем узнала пресса. ЧП было столько, что без режима чрезвычайной ситуации не справится. Более того, эта угроза и теперь сохраняется, уверен Майк Помпео, бывший глава ЦРУ и человек, который теперь возглавит Госдепартамент Соединенных Штатов. По его словам, Россия продолжит вмешиваться в выборы и может сделать это уже в ноябре, когда предстоит промежуточное голосование, когда конгрессменов будут переизбирать. Мол, российские хакеры получили доступ к программному обеспечению американских избиркомов, а заменить все эти программы страна уже не успевает. В списке угроз еще и Китай. В Вашингтоне убеждены, что там за хакерами правительство стоит и Северная Корея. Оттуда постоянно банковскую систему США атакуют и Иран. А свежий скандал с Кембридж-аналитикой показал, насколько не защищены личные данные и каковы масштабы манипуляции общественным мнением. Учитывая все это, Белый дом и продлил еще на год режим ЧП в стране и собирается выделить порядка 15 миллиардов долларов в бюджете будущего года, чтобы залатать обнаруженные кибердыры. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Юрий Романюк, Юрий Романюк.